Краткосрочный или долгосрочный кредит? Латкредит предлагает оба до 500 евро на срок до 30 дней или до 1000 евро до 12 месяцев. Зайди на латкредит.лв и получи решение в течение 15 минут. Добрый вечер. И голос Америкс, и сама Америкс опять в студии. Как уже обещали, прошла неделя, мы готовы опять с вами обговорить ту ситуацию, которую сейчас в нашем городе, ответить на ваши вопросы, и также услышать вашу точку зрения. Так что я открыт дискуссии и рад опять встречаться с вами в понедельник. Добрый вечер. Говорю вам и я, уважаемые радиослушатели. В студии работает Алиса Прохорова, помогает мне звукорежиссер Родион Золотарев. И сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните нам. Также вы можете задавать свои вопросы, оставлять комментарии в нашем видеочате на портале mixnews.lv. И напомню, что вы можете звонить нам по-прежнему и при помощи нашего приложения для смартфонов, Mix Media Radio, все слова отдельно. Там есть кнопка автодозвона, вы можете звонить нам по телефону или по скайпу. Так что подключайтесь, используйте все каналы нашей связи, задавайте свои вопросы и смореринге Андрису Америксу. Мы сегодня без перерыва будем работать до 40. Это значит сейчас полчаса, потому что, скажем, по программе надо дальше сегодня мне следовать. Так что не будем прерываться. Вот как начнем, так будем работать. Да, не откладывайте свои вопросы. На последний момент, пока у нас нет звонков, мы начнем. Мы начнем, как всегда, с актуальных тем. Как известно, вчера в столице прошел Рижский марафон Белотелеком ежегодный, в котором вы также принимали участие. Хотелось бы пару слов, как в целом прошли состязания и как это повлияло на движение транспорта в городе. Как я понимаю, были значительные ограничения. Да, конечно, много злых людей, потому что они считали, что то, кто кто-то бегает, это ни в коем смысле не должно ущемлять их права. Но, как всегда, у нас сейчас общество очень разнообразно и точки зрения. Поэтому, ну что по марафону? Ну, раз в год очень большое мероприятие, она и экономически очень выгодна для города, очень много гостей приезжает в это время. Ну, я к примеру скажу, да, к примеру, вот я не бежал марафонскую дистанцию, я бежал только дистанцию 10 километров. Да, уже восьмой год бегу, и 7 тысяч в забеге этом участвовал, 7 тысяч бегунов, 7 тысяч. Из этих, ну, вот мне, ну, как я уже сохранил тот же результат, я за 50 минут пробежал, я был в своей возрастной группе, я к примеру скажу, возрастная группа от 50 до 59, я был 30-й. Но из этого 30-е места половина была иностранцев. Уже даже в этом, вот, там шведы, немцы, англичане, то есть даже, несмотря на марафон, даже на уже таких, ну, будем говорить, здоровья, забегах здоровья, участвовало очень много иностранцев. Этот марафон показал, там 37 тысяч по расчетам было участвующих разных. То есть он показал, да, народ приезжает, то есть это, ну, здоровый образ жизни, это, это определенно демонстрирует, это выходной, воскресенье. И, конечно, это для некоторых людей это вызывает раздражение, потому что вот там мосты закрыты, я не могу проехать, я направляюсь куда-то от пункта Б на пункт, там, С. Но все равно, в любом случае, я считаю, что это также для города, для такой известности города, рекламы города, что такое, ну, мероприятие проводится, это положительная новость, тем более, как я сказал, экономика греет, много гостей опять покупают и кушают, и сувениры, и экскурсии и так далее. Так что я считаю, что это положительно, он будет продолжаться, конечно. Был у нас звонок, к сожалению, сорвался, попробуйте еще раз. Пока я говорил. Да, 672-12-93-9. Потом обе не начнем, да. 672-12-93-9. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, власть принято ругать, но я похвалю, скажу вам спасибо за то, что вы организовали. В прошлом году на карьере сделали место отдыха, я надеюсь, что вы продолжите эту добрую традицию, это болдырайский карьерский. Да, я знаю. И расширите там на вторую часть. Единственная просьба увеличить количество мусорных баков, поскольку отдыхающих много, а мусора не меньше становится, а баки маленькие. И у меня к вам такой вопрос по Болдыраю, значит, сегодня с утра выступал директор департамента дорожного движения. К сожалению, я не дозвонился, поэтому задам вам. Перекресток улиц Стурманью и Голбов стоит светофор и знак «Поворот налево, главная дорога, если ехать с центра». Светофор все время работает. Значит, этот знак постоянно создает аварийные ситуации, поскольку водители у нас не очень хорошо понимают правила дорожного движения. И ситуация выглядит очень вовремя. Сейчас очень много приезжих, которые едут по этой дороге на взморе, с ситуацией незнакомо, поэтому там каждый день. Значит, если бы светофор, скажем, ночью отключали на мигающий нерегулируемый перекресток, знак был бы оправдан. Светофор работает круглые сутки, непонятно вообще, зачем он круглые сутки работает, абсолютно неоправданно. После 10 часов в мигающий режим его можно было бы перевезти. И этот знак, либо снимите этот знак, пожалуйста, чтобы он не создавал аварийные ситуации, либо перевезите светофор в нерегулируемый перекресток. И второй момент. Очень хорошее место отдыха по Булюпе возле Узвенске, возле моста, там, где многоэтажные дома. А сейчас, насколько мне известно, вы планируете реновацию дома по адресу Лелопос 1-10. И у нас тут тоже на Лосновском канале есть место отдыха, куда приходят люди с детьми и отдыхают. Вот если бы я вас попросил, может быть, как-то благоустроить это место, хотя бы так, как это сделано в Даугавгриво на берегу Булюпе, чтобы нам тоже тут было где отдохнуть. Ну и спасибо вам за вашу работу, сегодня ругать не буду. Спасибо, потому что центр улучшается. Хотелось бы, конечно, чтобы вообще с Турмани, вот эта улица и перекресток, да, ужасное состояние покрытия до, скажем, Лелопос. И мы ее вообще называем военно-полевая дорога, поскольку там на машине проехать, там знак стоит из-за школы ограничения. Но состояние этой дороги и тротуаров вообще ужасное. Поэтому, ну, может быть, дойдут как-то руки у вас, и вы реновируйте ее, пожалуйста. Ну, люки опустили, чтобы подвеской не цеплять эти люки, да, сделали. Но все равно там латка на латке и латкой погоняет. Спасибо. Спасибо. Ну, по Балдырае. По Балдырае, конечно, много изменений. Я могу сказать только то, что Балдырае в будущем также получит еще много дополнительных возможностей, что я в себя включаю. То есть мы в этом году собираемся, уже проложена трасса, соответственно, откуплены определенные части земли и заключены договора с собственниками земли, где нам это не удалось. Одно это и православная церковь, в том числе, у которой принадлежит земля. То есть будет велодорожка из Имманты в Балдырае. Я думаю, что в этом году мы ее не завершим. Она продолжится работать еще в следующем году. Ну, это 12 километров, в принципе. И я думаю, что это еще больше позволит людям доступно доехать не только на машине, но и на велосипеде до тех же самых в Акарбулле, то есть до того места, где каждый, конечно, желает этого. Плюс, если мы говорим о этом знаке, стурмане Гобас, я передам эту информацию. Там есть немножко юридические аспекты того, ну, то есть светофора и этого знака. Потому что при определенных условиях, то есть рассматривается вариант, что, ну, может случиться так, что этот светофор не работает. А тогда, если светофор не работает, то включаются соответствующие дорожные знаки. Они не временные, они постоянные. Наверное, очень серьезное и хорошее предложение это обсудить и продумать того, что на ночное время этот светофор отключался на желтый свет. То есть он позволил более эффективно организовать этот поток. Но это я передам, соответственно, тем, которые регулируют это. Если говорим по улице Лелопес, то там одно здание нам принадлежат, оно рассматривается в будущем как инвестиции от Рижки Думы, соответственно, как муниципальный жилой дом. Там была часть частного собственности, приватизированной в этом доме. Мы сейчас это все решаем. Там магазин был с одной стороны. И я думаю, что не в этом году, то сейчас разрабатывается проект, то это может быть в лучшем случае или следующий, или позаследующий год, когда мы приступим к Лелопесу. Потому что первовечередно сегодня есть еще один такой жилой дом. Это на улице Зепью, где 130 квартир мы можем получить муниципальных, потому что люди живут в очереди. И мы в планах, кроме остальных уже социальных домов, которые в том же самом Балдырае, на улице Мезуроза здесь устроятся, три дома, где будет новая поликлиника для Балдырая, целый, три раза больше по объему помещений, чем существующая старая поликлиника, где будет дневной центр социальной помощи. Ну, я могу только сказать, что это все ведет к тому, что эти условия улучшаются. По карьеру, конечно, да, это уже несколько лет мы готовимся к приведению порядок. В этом году работы около карьера будут продолжаться. Это плавательный карьер болдырайский, и благоустройство его, и дополнительные дорожки, и, соответственно, скамейки, переодевалки, ну, и то, что все остальное касается. По тому, что мы можем финансово по дорожным покрытиям, да, то есть могу здесь сказать, что в этом году единственный такой капитальный ремонт по Балдыраю будет на улице Флоттес. Это тоже улица, которая, когда идет дождь, она, часть ее вообще попадает под водой, и мы уже долгое время говорили, что эту улицу Флоттес надо полностью привести в порядок, включая, что самое дорогое, это ленивую канализацию. То есть она капитально будет ремонтироваться, но я представляю, что сейчас по всем этим конкурсным работам это начнется где-то август-сентябрь, только не раньше. Ну да, по Балдыраю. А теперь мы еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Значит, по поводу заплаток, это действительно ужас. Я вам задавал уже неоднократно этот вопрос. Вы все время ссылаетесь на тех товарищей, которые портят асфальт, да, наши дороги, любимые, дорогие, своими подземными коммуникациями. Значит, помимо подземных коммуникаций у нас очень много плохих дорог. Именно покрытие отвратительное. Что на Красно, что на Чака, колея на улице Чака, извините, сантиметров 10 в асфальте, на колхозной дороге. Ну где это можно такое увидеть? В столице. На центральной улице колея 10 сантиметров, если не больше там. Значит, хотелось бы все-таки узнать, именно заплатки, да, не те, которые делают коммунальщики, да, а именно по поводу заплаток вопрос стоит, которые возникают на месте дырок из-за плохого качества асфальта. Когда наши дорожные службы научатся делать нормальные заплатки, как во всех цивилизованных странах, отфрезеровать и аккуратно залатать, чтобы стыков практически не было, не чувствовалось. Это делают эстонцы, литовцы, белорусы, даже россияне, и то делают уже нормальные, не везде, конечно, но делают нормальные заплатки. У нас самые отвратительные. У нас как на колхозном поле коровы погуляли. Значит, как пример, Сауколнес улица, от улицы Мокусалес в сторону Бауски. Там заплатка на заплатке, заплаткой прогоняет. Дальше вопрос. Улица Эбель-Муйжес, да, в Зепникаунсе. Замечательно сделали там стояночные места. Спасибо вам большое. Но непонятно. Качество асфальта на Эбель-Муйжес отвратительное. Эти карманы сделали, а вся дорога в заплатках. Тоже непонятно, будет ли там ремонт. Дальше по поводу заплаток. Удивительная штука. В Зепникаунсе, это икая есть улица Миссис. Она, есть перекресток Миссис и Грауду. Так вот, от улицы Грауду, по улице Миссис, там где-то 60 метров, да, одни заплатки. Дальше, буквально на прошлой неделе, зачем-то хороший асфальт. Сняли 30 метров и положили заново хороший асфальт. Дальше по улице Миссис тоже хороший асфальт. Еще один кусок, порядка 30 метров, сняли и положили еще раз хороший асфальт. Да, спасибо, мы вас поняли. Простите, что прерываю, чтобы мы успели на все ответить. Так, по дорожным делам. Мой комментарий следующий. Конечно, я не хочу сейчас как критику превращать и отвечать, скажем, тем, что ничего невозможно сделать. Возможно, но шаг за шагом. То есть, какая сегодня нормативная база? То, что годами сделались разные закладки, заплатки и так далее. То есть, это раньше так было. И даже люди не виноваты в этом. Ну, как держатель коммуникации, ну, все эти водопроводы, канализации, Латэнерго, то есть, газ, Лателеком. Как это ни было, ну, такого тоже в большинстве нет. Все вот эти коммуникационные каналы идут под дорожным покрытием. То есть, и обыкновенно новых, вот что мы строили, когда Южный мост, они идут рядом с дорогой по красным линиям. Если они идут по этому дорожному покрытию, если что-то случается, это даже человек, ну, что он, ну, то есть, это товарищ или господин, этого никакой разницы нет. Надо этот водопровод или эту канализацию, ее отчинить надо. И она попадает под дорожное покрытие. То есть, поэтому, ну, как раньше, чтобы экономить, да, там, починили, выкопали котлован, сделали что-то, потом заделали, все, поехало дальше. И так и есть. Это очень пестро. То есть, мы сейчас уже год назад приняли соответствующие правила, что больше, если сегодня происходят какие-то аварийные работы, то больше не имеет права, ну, держатели коммуникации ставить только, ну, вот, починили и только вот там один еще, закладку одну поставили. Нет. Сейчас вот надо то, что вы говорили, там, 30 метров провести, полностью привести порядок вот это асфальтное покрытие, потому что бы не было вот этого, ну, скажем, закладки. То есть, ну, это не значит, что то, что уже создавалось десятилетиями, эти закладки, что они сразу из себя и исчезнут. Для этого, ну, тогда надо полностью переделывать весь, ну, всю улицу. Это шаг за шагом. Ну, то есть, я еще раз повторю, я тоже очень недоволен, и мне очень нравится то дорожное покрытие, которое существует. Но у нас есть средства столько, сколько есть. Тем более, да, то есть, сегодня не даже асфальтное покрытие, я, к примеру, скажу, сейчас вот будут, ну, в этом году капитально ремонтировать весь асфальт того самого улицы Красто, да. А что получается? В довольно интересной ситуации, вот сейчас просканировали улицу Красто, что вообще под низу, ну, когда Красто, там еще в советское время делали. То есть, там, ну, соответственно, этим технологиям, там нет никакого бетона, там есть соответствующие, там, щебенка, что-то другое. И как это было с того времени, есть в некоторых местах, где толщина асфальтного покрытия, метр, это вообще что-то, ну, этого даже верить как бы не хочется, да. Потому что, как с каждым годом что-то там, яма делалась, асфальт новый, асфальт новый, а там все время проседает, потому что этот фундамент той улицы, он такой, как есть, такой он остался. По сути, его надо полностью сегодня снимать, но мы тогда, ну, мы не можем этого полностью в таком виде позволить. Поэтому, тем более, что сейчас по сравнению с предыдущими годами транспорт становится тяжелее. Тем более сейчас, ну, ладно, мы скоро, может, не пустим по набережной эти, грузовые траки, которые там везут, и лес, и что угодно. Но факт один, да, то есть, сегодня транспорт становится тяжелее, и он тоже влияет на это. Поэтому мы сидим и думаем, как, в общем, нашу любимую Ригу сделать максимально, ну, скажем так, удобной. Но раз, сегодня больше ни один держатель коммуникации не ставит закладку. То есть, если что-то, аварийное дело случилось, он обязан вот эти 30 метров асфальтного покрытия сделать, привести в порядок. Хороший асфальт, плохой асфальт, это не зависит. То есть, там больше нет закладок в этом месте. То есть, но то, что существует уже годами, за это тогда должна платить Рижская дума, и мы тут не можем сразу за один год. Я думаю, что это примерно, ну, 10-летний план, пока мы приведем все улицы в порядок. 10-летний, я не хочу здесь объясняться, или это критика, но это средства, это возможности тех же самых дорогостроителей, потому что уже полтолько года можно, с мая по октябрь реально можно проводить работы. А если много проводится, все опять недовольны. Вот сейчас по дорожным покрытиям. То есть, закрывается улица Бриви, вот этот последний от Бруния, до Вэфовского моста. Тоже, ну, вот ситуация, какая она существует. Сейчас ремонт улицы Калпа, Камертеля, опять создается определенное, скажем, неудобство. Ну, а как? Ну, у нас есть непрерывный круглосуточный транспортный поток по всему. Их надо как-то делать, и таких улиц, и таких дорог, ну, существенно много. Ну, и, соответственно, не все влияют потом, и все ругаются, говорят. Ну, а почему вот это сделали? Потому что, когда мы можем ремонтировать? Ну, нет такого, как бы, третьей части суток, где никого вообще нет в Риге, и все по-тихому можно сделать. Еще один звонок примем. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый. Улица Гросска у нас между Олимпийским центром и Ареной Риги. Да. После завершения мероприятий очень тяжело перейти на дорогу. Пешеходного перехода там нет вообще. и какие-то мероприятия, которые дети посещают. Как-то можно решить этот вопрос? Спасибо. Возможно, там, возможно, там два, две полосы движения. Ну, по сути, можно делать не регулируемые, а, соответственно, сначала на дороге обозначены эту белую зебру. Я передам транспортникам, что мы можем об этом сделать. Я сейчас не буду комментировать. Еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Безпокою. У меня вопрос такой. Квартал Эвермалос 2. Межапарк. 2, 2, корпус 1. Да, Межапарк, Чекурконс, назовем это так. Мы сейчас фактически оказались отрезаны от городской канализации, потому что посередине образовался провал на частной территории, куда нам не дают доступ. Что нам в этой ситуации делать? Определенные шаги предпринимаются, или госновым породом, но, к сожалению... Какой адрес еще расскажите? Эвермалос? Эвермалос 2, корпус 2, Эвермалос 2, корпус 1 и Эвермалос 4, корпус 2. И посередине частная территория, куда у нас нет доступа. Спасибо. Я дам после этого комментарий. Ну, в любом случае, то есть, если одна из основных услуг для каждого рижанина, это вода, но, соответственно, если по каким-то аварийным вариантам, значит, это недоступно, Рига Суденц обязан доставить соответствующую возможность получения воды. То есть, по ремонтным работам, ну, тогда надо уточнять сейчас, что за ситуация, и как чисто юридически мы можем эту ситуацию дать. Я задам эти вопросы Риге Суденц, с одной стороны, какой-то комментарий дать. Поэтому не буду сейчас, ну, как лечить по телефону, я не могу это комментировать сейчас. Еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Я звоню вам практически каждые полгода, наверное. Ну, хорошо. С одной такой проблемой. У нас Деглова и Дарс, Сэма, Перекресток. Отсутствует автобусная остановка. Есть остановка, но нету навеса ничего. Вот, вы объясняли, что, значит, этим занимается другая фирма какая-то посторонняя. Вот, и как-то вот вы ничего не можете с этим сделать. Ну, вот, вот, может, сейчас что-то поменялось. Ну, потому что это вот уже год прошел. Вот, я осенью позвонил, зимой к вам вот сюда на радио. И вот, вот, потому что, ну, как-то, ну, как-то совсем плохо, когда дождь и все, и вот на улице люди стоят нигде даже от дождя куклются. Спасибо. Конечно, еще раз поясню. Ну, то есть, эти навесы и, соответственно, остановки общественного транспорта с навесами мы передали, передаем, ну, этим рекламным фирмам, которые содержат их, чистят, ну, то есть, если что-то там с ними случается, чинят и так далее. Очень сложно идут эти конкурсные дела, то есть, и сейчас в первом этапе только была завершена работа примерно при 300 остановках с навесами по всей Риге, если мы знаем, что примерно остановок 2000 в Риге, то 300 только. Сейчас, в ближайшие недели, то есть, до июня будет конкурсироваться следующие 300 этих остановок, где обязаны привести все работы до, ну, то есть, до осени этого года, где будут установлены навес еще 300 остановках общественного транспорта. Я поясню на следующей, может, передаче, входит ли в этот список следующих 300 остановок, вот это Даглава Дарсцем, это остановка, да, то есть, я сейчас не имею эту информацию. Конкурсирует это Рига Сатексма, то есть, передает это, ну, GC Deco или Chicleer Channel, или какие-то, скажем, компании, которые размещают эти большие рекламы. Они в этом участвуют, финансируют это, ну, чтобы бюджет города Рига Сатексма не тратил на это деньги. Угу, еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Антин, житель Митропарка. Довольно часто мы с вами общались. Хотел для начала поблагодарить, что 192-й детский садик, детские городки в прошлом году привезли, поставили, большое спасибо. По поводу, остался незакрытый вопрос, по поводу первой длинной, которая тупиком упирается в мост, и вопрос следующий. В рамках строительства эстакады на Твайку, через переезд Таркандалгово, не планируются какие-то работы все-таки по решению вопроса первой длинной, упирающейся в мост тупиком, чтобы там сделать, мы говорили, как можно сделать круг, попробовать под мостом. Ну, потому что улицы есть, а ехать по ней некуда. Так, по вопросам года четыре назад это обсуждали, так остался открытым до сих пор. Спасибо. То, что касается реконструкции этого путепровода, или не реконструкции нового строительства, путепровода от проспекта Вестера на Твайка, ну и, соответственно, дальше уже реконструкция улицы Твайка, это второй этап. Сначала будет реализован первая часть, которая есть сам этот виадукт, и после этого уже в втором этапе реконструкции улицы Твайка, он не включает Гару улицу, я сразу это скажу. Да, на сегодня, можем говорить так, ситуация очень неудобная, но из таких серьезных конструктивных ремонтных работ, то есть этот проект реализации, его в себя не включает. Хотя, я думаю, что сегодня какое-то решение транспортники должны поэтому дать. Я больше ничего не могу комментировать. У нас осталось немного времени, давайте отдадим долги. Да, я отдам долги. Мне два вопроса с прошлого раза стало, чтобы, если меня слушают, это Варавикс Низгатыва. Один был пятиэтажный дом, где жаловались о том, что их сосед занимается каким-то неразрешенным видом. Да, это проверили, собирает в своем дворе и подвале металлолом, ну, соответственно, его разбирает и создает большие неудобства. Ну, не по здоровью, как сказать, обращать сейчас внимание на вашего соседа, то есть мобилизованной самопленческой полиции, ну и, соответственно, все административные ресурсы. Я надеюсь, что с этим металлоломом и неудобством Минавара Викс на этот сигнал, вот благодаря радиоболткам мы это решаем. А второй вопрос мне был по Маскова с 279, там двор, это 68-го года дом, и почему в этом внутриквартале нет ремонтных работ? Вот, там есть Маскова с 279, там несколько корпусов, один, два, три, четыре, там до восьмого. К сожалению, на данный этап все эти корпуса, все находится на частной земле, да, что, по сути, и повлияло на то, что там пока решение не принято, потому что собственник обязан занести это тогда в земляную книгу, как разрешение, как публичную зону, чтобы мы имели туда возможность вложить самопленческие деньги. Поэтому, ну, это проходит пока, ну, скажем так, в переговорах с собственниками, у меня ничего особо оптимистичного на этот год у меня сказать нет. Так что тогда это уже переговоры с частным собственником земли, касающейся Маскова с 279. Да, к сожалению, нам сегодня уже пора заканчивать, не успели принять один звонок, но звоните обязательно в следующий понедельник, мы обязательно ответим. Напомню, что это была программа «Голос Америкса», в студии работала Алиса Прохорова, помогал мне звукорежиссер Родион Золотарев. Будем через неделю опять встречаться. Да, обязательно, спасибо всем, всего доброго и до свидания.